Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На поляне состоялось мужское голосование. Ушел новенький Дмитрий, который приходил к Вики Романец. Таким образом, из пятерых новых парней на проекте осталось только двое. Это Виталий Купер и Влад Малеванов. Катя Король решила окончательно расстаться с Денисом Козловичем. Причина расставания – ревность к Наталье Бичан. На показательном концерте Наталья с Денисом очень трогательно танцевали во всех смыслах. В танце было много телесного контакта, поцелуи и объятия. И Король, которая собственница по натуре, не выдержала этого. Тата Абрамсон не только испортила бывшему парню Виталию Куперу дорогой мотоцикл, но и утопила его айфон. Виталий возмущается поступком Таты и хочет подать на нее в суд. Он написал «У овцы, видимо воспитанной пещерными людьми вдали от цивилизации, денег, понятное дело, нет ни на колеса, ни на айфон, который она утопила. Мозгов только хватает пакли и рожу красить. Нет денег оплачивать, сядет, будет тапки на зоне шить». У Саши Харитоновой появился новый ухажер. Ей дарит свое внимание Влад Малеванов. Он готовит ей вкуснейшие блюда и радует ее целый день. Саша Артемова обзавелась еще одним питомцем. У нее уже была собака Майя, теперь их в семье четверо, как говорит Саша. У Кати Гужвинской и Вовы Гаути опять произошел разлад в отношениях. Катя хочет проводить время только вдвоем, хочет обнимашек и целовашек, а Вова же сторонник прогресса в отношениях. Он хочет добавить и в их скучный конфетно-букетный период профессиональный рост. Так что ребята ищут золотую середину, чтобы заниматься делами, но и чтобы времени друг на друга оставалось достаточно. Татьяна Владимировна выступила с предложением убрать с проекта Андрея Чуева. Она сказала в видеоблоге, «Дом 2 – это то место, где мы строим свою любовь. И пока Чуев не разведется, ему нет места на проекте». Девушка Анна, с которой Андрей Черкасов отдыхал в Таиланде, уверяет всех, что с Андреем они только друзья. И вообще в Краснодаре у нее есть мужчина. И свои отношения с Андреем они не афишировали, потому что все равно мало кто поверит в дружбу между мужчиной и женщиной. Саше Гозиас некомфортно без отношений, поэтому она решила уступить, покориться своему мужчине Косте Иванову и стать такой, как он хочет. Она устала быть в негативе и пошла на компромисс, как умная девушка. Федя Стрелков признался в любви к Кристине в стихах. Вот некоторые строки. «Спасибо, Кристина, за то, что ты есть, за то, что в глазах твоих можно прочесть. Спасибо тебе за твою утонченность, за воздух пьянящий и обреченность». Федя нравится зрителям проекта и они рады за него. И немного о бывших участниках проекта. Саша Задойнов приехал в Москву, чтобы повидаться с маленькой дочкой. Элина Камерен устроила распродажу. Она продает брендовые вещи и украшения, которые стали ей якобы малы или перестали нравиться. Но поклонники Элины уверены, что распродажу она затеяла, потому что ей нужны деньги на жизнь. И что все ее разговоры о достатке – это вранье. Сегодня Оля и Илья Гожиенко отмечают день рождения сына Кирюши. Ему исполнилось три годика. И мы поздравляем эту чудесную семью. Кстати, Олька ведет разговоры о том, что хочет стать мамой во второй раз. Она даже спрашивала совета у своих поклонников о том, как зачать именно девочку. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!